Вы бороться со всеми чемпионов и чемпионов Немкопа. Это круто, чтобы бороться со всеми темами и выгирать вашей страны и пытаться быть чемпионов? Два пояса, как бы вы не хотели, улетят в Россию, получается так. Умара, такая тяжелая ситуация, никто не хочет драться в UFC, я не знаю, в его весе. Ему каждый раз нужно долго подбирать соперников, почти что все отказывают. Те, кто находится выше в рейтинге, у них какие-то отмазки постоянно или у них между собой какие-то бои. Но в следующем году, иншаллах, я думаю, я надеюсь, что мы будем держать пояса лучших организаций. Итак, вы будете в Гран-при, который начинается, я думаю, в январе, я думаю. Ислам Ламмадаб тоже может победить в этой дивизии. Если этот матч-ап был сделан, вы победите Ислам Ламмадаб? Смотри, у меня впереди бой, сперва. И гадать, что будет завтра, я не знаю, не люблю даже. И заглядывать за спину, как говорится. Но насчет того, что Ислам там будет или должен быть, и мое мнение, он должен быть там, так же, как и Гаджи тоже должен быть там. Потому что кто побил этих ребят? Я не считаю, например, что Ислам проиграл Бенсону Хендерсону в его последнем бою, но когда они дрались вместе. Хотя бой был равным, близким таким, я думаю, чуть больше преимущества было у Ислама в этом бою. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Вот получается так, что твоя подготовка сейчас распределилась, ну, так скажем, может быть, не совсем типичной, потому что много ребят готовились к октябрю, там Ислам Ахачев, Дубай Радху, Бакар Домагомед Хабиб там же был. Как в связи с этим скорректировалась твоя подготовка, а учитывая, что ты после, я так понимаю, Дубая отправился в ОК, и находился уже местом основного количества ребят? Привет. Ну, во время самых таких пиковых, тяжелых нагрузок, я был в Дубае с ребятами, а когда у них уже тяжелые нагрузки спадали, я улетел в Америку, прошел здесь акклиматизацию, и здесь в зале АКА там уже тренировался, ну, там тоже очень достаточно такие крепкие ребята есть, и я с ними спарринговался, и уже вот продолжал в этом темпе работать в ОК. Скорее всего, в углу будут Хавир, Абу-Вакар, Умар и Ислам Амедов. Хамик не прилетит? Точно еще неизвестно, но возможно, что не прилетит на 80% где-то. У вас, получается, бои будут параллельны. У тебя сейчас Сагид и Заграхмаев тоже дерется. А на сколько для тебя это тоже не будет? Относительно отвлекаешь этот парень? Ну, это, знаешь, это не отвлекает меня. Я с Сагидой никогда не сомневаюсь, и этот парень, он вообще, он только и хочет, чтобы драться, драться, и он всегда готов к бою. Я просто заряжаюсь от этого энергией, и все. Кстати, пользуюсь случаем сага «Газвы». Вот тут уже проговорили твои, так скажем, взаимоотношения с Патрики Фаера. Вы сегодня виделись, насколько я понимаю, в Чикаго, в Битву-Скеан. До этого он говорил, что считает, что ты не заслужил драться на поле, а у тебя такие вещи каким-то образом могут воздействовать психологически, правильно? Да нет, ты знаешь, мы виделись, пожали руку друг другу, а его брату, там, команду все поздоровались, там, поставили, пообщались. Нет такого вражды такой между собой. Знаешь, как? Ну, он так считает, значит, надо. Я тоже считаю, что он не заслужил. Ну, еще и даже особо такой вражды между нами такой же нет особо. Сейчас уже проговорили, что тебе всего 24 года, и ты уже дерешься за поиск второй организации по силе. А вот Атулманап Магомедович, ну, было известно, что он как бы любил планировать, в общем, на долгу карьеры бойцов, там, понимал примерно, что и когда того ждет. А как ты думаешь, вот, думал ли он, что 24 года ты берешь там, где сейчас больше? Этого мы уже не знаем. Может быть, вы проговаривали? Ну, мы проговаривали некоторые планы, но так далеко уже, да, так далеко не заходили. Ты не знаешь, какие у него, ну, вы проговаривали на себя были планы? Ну, знаешь как, дядя Мана перед того, ну, никогда не хвалит там, не говорит, а так он говорил, что на меня большие надежды, но какие именно там не озвучивались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok